Фонарина отскок от бортика, фонарин первые шайбы, два защитника рядов и ничего не смогут подделать они с техническим сборной России. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итальянцы ничего не придумывают, просто выбрасывают шайбу подальше от своих ворот. Нет сил, нет желания, нет ничего. 9-1 напомню еще раз, сборная России одерживает уверенную победу в этой встрече над итальянцами. У итальянцев будет два поражения. В параллельном матче в Париже славянцы все-таки забросили еще одну шайбу канадцам и там счет стал 7-2 в пользу родоначальников хоккея. У нас 9-1. На точке выбрасывания Вадим Шипачев. Вбрасывание он проиграл. Пилов. Антипин. Дальше вдоль бортика. На Додонова. Сборная России очень агрессивно продолжает играть в чужой зоне. Такой вот хор-чекинг она применяет, когда играет очень активно в чужой зоне. В отборе шайбы. Фонарин решил вновь здесь продемонстрировать свое мастерство. Пошел в обводку. Две минуты остаются до окончания матча. Последние минуты этой встречи истекают. Встреча, которая получилась очень результативной. Во всяком случае, мы с вами, уважаемые любители хоккея, стали свидетелями 10-ти заброшенных шайб. Десяти. Девять из них пришлись на сборную России. Причем в шести случаях российская команда реализовывала большинство. Сегодня реализация большинства у сборной России стопроцентная. Шесть удалений у итальянцев, шесть заброшенных шайб у команды России при игре 5 на 4. Такого я уже и не припомню. Тестное слово. Барабанов. Барабанов за воротами сборной Италии. Вот кому сделать передачу. Бросок будет или нет? Барабанов бросает и делает счет двузначным. 10-1 нападающий в Питерского СКА. Судя по всему, ставит уже жирную точку в этом матче. Пять заброшенных шайб в третьем периоде. Это просто уничтожение сборной Италии. Ребятки, пощадите идолярку. Что же вы делаете, а? У итальянцев будет бессонная ночь. Так их еще никто не унижал. 10-1. Без вариантов. Игра в одни ворота. Прошли словно капком. Чего только нельзя здесь сказать по этому поводу. Разгромили соперников пух и прах. От которых остался один пик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Все чаще звучат разговоры о том, что пора сокращать число участников в чемпионата мира в высшем визионе. 16 команд до 14 команд. Кстати, последняя шайба записана на счет Сергея Андронова. Так что у него, как у Наместникова, в этой игре дубы. У Барабанова отобрали. Да, там было видно на повторе, что на пути к воротам шайба все-таки задела кружку Андронова. Так вот, Рена Фазик. Так вот, Ренео Фазовь, глава Безусловной Федерации Хоккея, также заявил на днях, что Федерация думает над тем, чтобы поменять что-то в высшем ревизионе. И в основном из-за того, что слишком большая нагрузка на команды. Судите сами, за 16 дней командам предстоит проводить по 10 матчей. Ну, с учетом финала, да. Поэтому поступило предложение сократить в лучший дивизион до 14 команд. Как мне кажется, это вполне разумное предложение. С одной стороны, команда будет проводить чуть меньше игр, не будет такой нагрузки. С другой стороны, в высшем дивизионе не будет таких команд, как итальянская, которая проигрывает 1 из 10. Итак, третий период завершился. Завершилась игра здесь в Кельне на льду Лангсес-Арены. 10-1. Сборная России добивает за вторую победу на этом турнире, набирает 5 очков и возглавляет группу А. 10-1 без вариантов для подопечных Степана Мэйера. По сути, вот я сейчас тебя поймал на мысли, что у голкипера сборной России Ильи Сорокина, который защищал ворота российской команды в предыдуем периоде, работы вообще не было. Посмотрю статистику, сколько бросков по воротам сборной России на РФ и итальянцев в третьем периоде. 4 броска у сборной Италии, 16 у сборной России. Всего 36-14 соотношений бросков в этом матче в пользу победителей. Комментарии, как говорится, здесь излишни. Но и по традиции, после окончания матча мы узнаем имена лучших игроков этой встречи. Напомню, что сегодня вечером на канале Трифуз прямой трансляции еще одна игра чемпионата мира по хоккею из Кельна. Сборная Латвии, сборная Словакии в 21-10. Не пропустите, уважаемые любители хоккея, это будет отличная встреча, в этом я более чем уверен. Чемпионат мира продолжается. В параллельной игре в Париже, которая также завершилась, сборная Канады обыграла славянцев со счетом 7-2. Там игра тоже уже завершена. Ну и сегодня вечером по программе у нас игра между сборными командами США и Дании. Финляндия, Франция играют в Париже. Ну и вечером здесь в Кельне Латвия, Словакия и в Париже Норвегия, Швейцария. В составе сборной Италии лучшим игроком признается хоккеист под номером 90 Томазо Траверса. Томазо Траверса именно тот игрок, который и провел так называемый гол престижа в начале второго периода, когда, казалось бы, разгрома никакого не будет. Сборная Италии уступала 1-2, но затем все покатилось в дар тарары. Но в составе сборной России лучшим игроком признается Архимий Панарин, который в сегодняшнем матче набрал, по-моему, 4 очка, 2 заброшенные сэвы и 2 результативные передачи. Итак, сборная России одержит вторую победу. Сборная Италии, карьерное второе поражение 10-1. Эта игра завершилась двузначным счетом. Уверены победы команды Овега Зарка. Что ж, с этим я буду заканчивать свой репортаж, который был подготовлен каналом 3+. Делай сегодня работу Владимир Иванов. Всего доброго и до встречи до хоккея. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok